В Славянске на Кубани прошли открытые муниципальные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень-2022». В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из общеобразовательных учреждений Славянского и Красноармейского районов. Соревнования проходили в дисциплине «Кросс-спринт». Открытые муниципальные соревнования по спортивному ориентированию «Золотая осень-2022» были проведены в Северном парке. Попробовать свои силы в этом интересном и увлекательном виде спорта приехали более 250 ребят. Для многих из них это был первый опыт прохождения дистанции с картой в руках. И даже если не у всех получалось выполнить все задания, в любом случае приобретенные знания обязательно пригодятся в жизни. Уверен тренер детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» по спортивному туризму Александр Вилков. «Современные поколения больше надеются на гаджеты, на всякие встроенные GPS, навигаторы, трекеры и тому подобное. И даже в городских постройках нередко начинают блуждать и путаться. Конечно же спортивное ориентирование – это великолепный вид спорта, его не зря называют шахматом и бегом. Нужно успевать не просто бежать, но еще и думать головой, направо-налево, принимать грамотные решения в строго ограниченном лимите времени. В соревнованиях мы применяем для определения результата электронную систему отметки. Состоящую из электронного чипа, выдается каждому участнику. И передвигаясь по дистанции, он отмечается в специализированных электронных станциях. Тем самым мы узнаем, посетил он данный контрольный пункт или не посетил. Ну и, соответственно, побеждает тот, кто преодолел дистанцию за наименьшее время, выполнив правильное задание, которое заложено в карту». Участники соревнований один за другим строго по времени выходили на дистанцию. Одним из первых быстро сориентировался на местности, выполнил все задания и пришел к финишу Артем Маргунов из 18-й школы. Артем в спортивной школе «Белая ладья» спортивным туризмом занимается уже 8 лет. И, конечно, полученные там знания очень помогли при прохождении маршрута, который, кстати, оказался не таким уж и простым. «Опыт имел, он помог очень сильно, потому что легче знать, как ты бежишь, и быстро это делать, чем просто бежать. Маршрут был сложный, но расставлено все, в принципе, правильно. Не было такого, что мы бежали с одной стороны парка в другую. Прежде чем взять карту, нужно выучить топографические знаки, как все обозначается, чтобы можно было найти хоть какой-то ориентир и от него уже отталкиваться». В спортивном ориентировании прийти к финишу первым, к сожалению, не значит победить. Здесь важно также, чтобы участникам были пройдены все пункты, отмеченные на карте. Если хоть одной отметки нет, спортсмен не может претендовать на призовые места. Именно так и произошло с Максимом Климовым. Но юный спортсмен совсем не расстроился, ведь участие в соревнованиях – это тоже масса положительных эмоций. «Очень сильно понравилось, маршрут был хороший. Не получилось, что-то неправильно отметил, снятие у меня. А так все хорошо». По итогам соревнований воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» заняли два призовых места. В возрастной группе среди девушек до 17 лет победу одержала Екатерина Крутикова. В возрастной группе юниорки до 19 лет второе место у Ксении Никоновой.